Добрый вечер, друзья! Сегодня среда вечер, 21 час, и у нас традиционно по средам тонкие материи. Для тех, кто не знает, меня зовут Роман Атри. Тонкие материи – это про эзотерику, про биоэнергетику, без теорий заговоров, без всяких разных теорий заговоров и всяких хануннаков и рептилоидов. Тонкие материи – это сайт, где проводится обучение по биоэнергетике, по эзотерике. Это YouTube-канал, это Facebook. И сегодня мы общаемся с Владимиром Бахместером. Я хотел бы пару слов сказать, кто не знает, кто такой Владимир. Владимир – это мастер, я бы назвал это мудрец. Может, он такой впервые, на мой взгляд, вот так вот широко поднял тему не только осознанности, но и вопроса счастья, то есть счастливого проживания жизни. И, мне кажется, это очень важный, актуальный момент. Почему-то акцент, люди думают, что если кто-то делает акцент на счастье, это значит, человек хочет какой-то эйфории безумной. А вопрос счастья, мне кажется, это очень важно, это очень важный ориентир. И Владимир в последнее время сформулировал то, чем он занимается, как элистический анализ, и я хотел пообщаться более подробно, узнать, что же Владимир имеет в виду под этим. И чтобы вы, друзья, также услышали. Вы можете задавать вопросы, присоединиться к нашей беседе, задавать вопросы в комментариях. И, Владимир, мы начинаем. Сейчас я ввожу тебя в эфир. Здравствуй, здравствуй, Владимир. Всем привет еще раз. Владимир, у меня традиционный вопрос. Как твой день сегодня прошел? Совершенно не серьезный вопрос. Никакие там высокие материи, а в общем, жизнь. Как сейчас происходит? Интересно происходит. Ощущал себя сегодня рептилоидом. Ходил в сапогах, потому что стоит вода. Где-то на сантиметр дожди непрерывные. Работаю онлайн. В общем, все хорошо, все вкусно, все классно. Лето, зеленые. Птички поют. Хорошо, хорошо. Ну вот я заявил тему такую, написал. Мы списали тему, которую, в общем-то, ты провел несколько эфиров на своей странице, Владимир Бахместер на такой странице в Фейсбуке. И если мог бы ты сказать тем, кто еще не был на твоей странице, пару слов, что такое холистический анализ, как ты это сформулировал, и что это вообще такое? Ну, есть такое направление, объемка, аналитическая психология, где он уделяет внимание многим аспектам жизни, пытается собрать целостную картину жизни человека. Ну, я вот попробовал, так сказать, взял на себя такой риск, еще больше сделать целостную картину. То есть не просто, что происходит там с человеком, какие ситуации, какая у него там семейность, какие у него в бессознательном архитекты на него влияют с точки зрения психологии. А я еще учитываю общие тенденции, которые имеют место быть в религии, в философии, в науке последние достижения. А на что это влияет или на что это дает в итоге? Ну, замечание этих тенденций. Когда мы, например, собираем вместе опыт Юнга физика и опыт Юнга психолога, это разные люди, психористично случилось, что они оба с одной и той же фамилией, то мы видим, что наша реальность каждого человека зависит от наблюдателя, то есть от этого человека. И поэтому возникают сразу же аналогии с древними религиями, ну и с современными. То есть если есть какие-то обряды, медитация, например, та же самая, или какое-то трансовое состояние, человек входит в какое-то состояние, в котором он более эффективно имеет свою реальность. Ну или, например, как ты правильно сказал, состояние счастья. Состояние счастья – это действительно не эйфория, это не радость какая-то, а это скорее полное принятие того, что есть, неблагодарность за то, что это такое ощущение. Это тогда счастье, которое никогда не заканчивается. Если же счастье зависит от каких-то внешних обстоятельств, каких-то событий, счастливых покупок и так далее, то это не счастье, это радость, это просто мимолетная радость. Так вот, человек, который находится в состоянии счастья и который оценивает с принятием сегодняшний момент, свое прошлое, например, то он точно так же и будущее свое строит более счастливо. Оно как бы само собой получается более счастливое. Это теория Юнга о синхронистичности. Я уж не буду сейчас ее подробно рассказывать, кому интересно, может почитать работу синхронистичности. Но там Юнг описывает, что все события случайные происходят не случайно, а есть определенная взаимосвязь, есть смысловая связь. То есть то, что происходит с каждым человеком, в этом есть смысл для этого человека и для его окружающих, потому что сам человек учится на своих ошибках и своих достижениях, и окружающие тоже видят ошибки человека и его достижения. Я у тебя небольшое уточнение хотел спросить. Я вот вспомнил слова Бориса Борисовича «Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свет». Это какое-то имеет отношение к синхронистичности? Я считаю, что один из просветенных учителей Борисовича, и то, что он в этом не сознается, только это утверждает. Никогда не говорили, что я там просветил, но он говорит, что я музыкант. Слава Богу. Ну, вот, естественно, каждый человек, который скептик, который, может быть, спросит тебя, где же грань между принятием и необходимостью что-то изменить? Ну, то есть, есть какие-то вещи, обстоятельства, которые лучше изменить, чем терпеть, грубо говоря, терпеть и мучиться, и пытаться это сделать, ситуацию принимать, и делать себя счастливым, вместо того, чтобы взять и изменить? Здесь вот ты сейчас озвучил такой стереотип интересный, восприятие. Принятие – это не значит, что ты терпишь. Очень часто люди не принимают то, что происходит, и пытаются из этого неприятия что-то делать. То есть, из состояния неприятия, недовольства, они, скорее всего, ситуацию будут ухудшать. Там 80-90% вероятности, что ситуация будет ухудшаться. Человек говорит, нет, это не может быть, это нечестно, это несправедливо, это не могло с вами произойти. Но он не проживает в этой ситуации. То есть, он не использует свою силу в моменте сейчас. Вот есть у нас такая книжка, Экхар Толе, «Сила момента сейчас». Кому интересно, можете почитать. У меня вторая часть про практическое применения. И изменить что-то можно только приняв, что это есть. Да, это есть. Следующая часть, чтобы проживать счастливо, это лучшее из возможного. И вот во время консультата, который я провожу, мы с людьми вместе разбираем, и оказывается, что самая сложная тяжелая ситуация, в которой у человека положено. Оказывается, это правда лучшее из возможного. неприятия, мы этого не видим. Да, ну понятно. Ну вот, да, как пример, самое такое явное, это какая-то болезнь или боль постоянная. То есть вопрос, и мы принимаем эту болезнь или боль, соглашаемся с этим, и дальше что? Или же ну вот нужно этот момент прояснить с болью. Это боль очень просто. Есть какая-то боль. Что-то болит на плечонах. болит, да? И я, невзирая на эту боль, я ее не замечаю. Я говорю, нет, нет, у меня ничего нет, у меня ничего не болит, я продолжаю жить. Чего болит сильнее? Болит сильнее до тех пор, пока я не признаю, что она болит. Да, да. Это я признал. Я согласен. Да. Ну то же самое с душевной боли. Тоже самое с душевной боли. Люди очень часто отворачиваются, белый цвет, что все нормально, или убегают от какой-то проблем, не решают. Не признают, что она есть. Но если она ее не признает, он ее решит. Только все. Поэтому вот принятие, это признание, что это есть. Признание. Признание, принятие, да, это есть. Ну, если это есть, как же этот путь сделает счастливым? Ну вот, про это холистический анализ то и есть. Мы смотрим в целом всю картину. То есть ты берешь синхроничность и вот этот причинно-следственную составляет, как бы в одном. Да. И в каждой ситуации выясняем смысл, с которым эта ситуация случилась. Смысл, который не универсальный, конкретный для нас. Да, конкретный для человека, конкретный для этой ситуации. И потом начинаем потихоньку расследовать, раскручивать, анализировать и приходить к выводу, что это есть лучшее из возможного и, соответственно, пути развития этой ситуации после того, как она принята. То есть мы не принимаем, как сказать, эту боль, как, ну, ну, типа, вот с этим жить, а также смотрим, анализируем с точки зрения причинно-следственной связи, что поменять, да, и с точки зрения синхроничности, зачем это все нам нужно, и чтобы для чего это дано. Да. Ну, например, вот человек говорит, меня муравьи кусают. Я говорю, а почему? Где ты сейчас находишься? В лесу. А где в лесу? Сижу на муравейнике. Я говорю, а почему-то муравейник пошел, сел. Заблудился. Я говорю, ну, ладно, давай сейчас сориентируемся по сторонам света, посмотрим, где там юг, где север, откуда ты пришел, давай топать обратно. Смотри, интересно получается. То есть, если рассматривать какие-то ситуации жизненные, ну, допустим, мы возьмем там коронавирус или какие-то беспорядки, с твоей точки, ну, с твоего понимания получается все это как все равно, а как это лично для меня, то есть, это как бы не универсальное какое-то решение, как это лично меня касается и как это лично я, что могу с этим делать, да, То есть если это как-то беспокоит. То есть это не универсальное какое-то решение, а именно исходя из моего желания, моего устройства. Конечно. Каждый человек живет в своем мире. Каждый живет в своей субъективной реальности. И в этой реальности может происходить одно и то же со всеми людьми, которые находятся, не знаю, в Москве сейчас. И вы там пропуска каждый день или там обновляйтесь, на работу ездят. А вот я живу в области, у нас пропусков нет. Ситуация разная. 20 километров разница, а ситуация разная у людей. Для тех, кто любит, для них есть какой-то смысл. В том, что свобода более ограничена. Но для каждого человека в отдельности это имеет свой смысл. То есть получается каждый человек сам устанавливает, где у него синхроничные компоненты, а где причина следственная. В индивидуальном порядке. Да, да, да. То есть причина следствия – это то, как человек, грубо говоря, дошел до жизни такой. А синхроничность – зачем? Когда мы начинаем вместе смотреть, раскручивать, результаты очень быстро и эффективны. По крайней мере, вот ко мне обращаются по всеклассическим психологам. Месяцами занимаются. Теперь игры, теперь речь. Человек. Ты видишь, психология, она касается в основном, если психолог, да, то есть он как бы в каком-то смысле возвращает человека какие-то, может быть, помогает обнаружить какие-то вытесненные компоненты, но не совсем включает его в общую, так сказать, смысловую парадигму, которая именно позволяет человеку двигаться куда-то, как бы развиваться. Ну, например, вот еще сейчас одну книжку покажу, да? Люди, которые играют в игры и игры, в которые играют в игры. Просто перечень всех игр, в которые люди играют. И никакого намека, как из этого. Никакие общие такие намеки. Точно как из этого. Ну, так смотри, это получается, почему так происходит? Потому что психология пытается быть более как бы научной и не давать каких-то таких решений, чтобы они как-то решения, они там сами сформировались, получается. А то, что ты говоришь, ты говоришь, что вот какая-то синхроничность есть, и юг в этом поваре. Роман, дело какое. Все научные теории рано или поздно устаревают. Та психология, которая была сто лет назад, и та, что сейчас, это тебе большие разницы. Да. Та физика, которая была сто лет назад, и та физика, которая сейчас, это тебе большие разницы. То, что будет еще через сто лет, может быть, это все перечеркнет то, что сейчас есть. Наука – это самая непостоянность всего, что есть. Так же, как законы. Вот были там в средние века законы о рабоводичестве, например. И один человек поделал другим по закону. Все было нормально. Все честно, как говорится. Но с точки зрения сегодняшнего дня это уже не работает. Древние охотники исполняли определенные обряды перед тем, как идти на охоту, например. Они уже прорабатывали, визуализировали успех. И он к ним приходил. Нынешние психологи делают, например, то же самое. А давайте там визуализируем какую-нибудь картинку, наклеим. Точно так же, что древние охотники. Абсолютно то же самое. Но на это уже научно. Расстановки в психологию вошли откуда? Они вошли из практики первобытных племен. Но они стали научными почему-то. Я не понимаю, где тут наука. Никакой разницы вообще. То есть то, что люди раньше знали, а то, что в религийских вопрядах использовалось, сейчас используются в психологии, называется научным. Какой радость. То же самое, что и раньше. Ты видишь аналогии, а кто-то не видит. Я вижу прямое заимствование. Никаких аналогий. Только другие слова, другие названия. Вместо Бога – коллективное бессознатель. Вместо там, не знаю, аффирмации применяют. Но суть недалеко не имеет. Поэтому возвращаемся к истокам, то есть к древним знаниям. Мы получаем не только психологический, современный взгляд, но и более древний, и более глубокий, и более целостный. Я согласен, но ты еще добавляешь все равно современный язык в этом все. Конечно, я же разговариваю в современном языке. Я же не могу на древнем болгарском, которое называется церковно-славянском, разговаривать. Хотя в Библии написано как раз на древнем болгарском. Ну, ты знаешь, кому-то близко такие люди, которые используют такие, знаешь, старинные традиции. Кажется, в этом есть какая-то тайна. Есть. Люди выбирают именно традиции, и кажется, что это более уважаемо. Уважаемые. Там что-то есть. Они что-то знают. Помню таких пустяных плача. Выходят в черных пальто в 40-градусную жару, и что-то там знают, никому не говорят. Очень здорово. В армии не служат. Много всяких привилегий. Классно. Понятно. Ну, получается, холистический анализ, который ты говоришь. То есть вот мы какие-то общественные вопросы, мы не имеем смысла рассматривать. То есть все относится именно конкретно человеку. Я имею в виду, что, ну, вот ситуацию там с коронавирусом, получается, каждый сам определяет, где он вводит какой-то синхроничный элемент синхроничности, а где он причинно-следственная. То же самое там речь идет о каких-то протестах, да, и отношении к этому. То есть каждый сам это, получается, определяет. Я так. Ну, с одной стороны, каждый сам определяет, с другой стороны, у мужчин есть хорошая поговорка, что ваше право курить заканчивается там, где начинается мой нос. Что начинается? Ваше право курить заканчивается там, где начинается мой нос. Да, 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 да. Да. Ну, ты очень либерально рассказываешь мысли для наших стран по-советски. Я высказываю крайне либерально, потому что я не знаю никого, кто был прав. Да, да, да. Несмотря на то, что в последнее время там на Собянина выливают помои, и врачи смеются, но он правда смешной стал, потому что у нас сейчас удивительная ситуация с этим коронавирусом. Чиновники слушают сами себя и издают приказы на основе своего мнения. К научной общественности, к вирусологам вообще никто не прислушивается. Вирусолог, который написал учебник, по которому учатся во всех вузах, его удаляют из Ютьюба и из Википедии пытались удалить даже, потому что его мнения не смеются, и они не чувствуют. Это вообще не так. Но с точки зрения холистического анализа все происходит правильно. Это что означает? А это означает, что в России идет вымывание мозгов, и умные люди не нужны. Ну, просто не нужны. Еще началось при большевиках, грузили на подкод прям с набережной в Петербург, и вам пригласили. Ну, или расстреливали до этого. И это продолжалось в последнее время, в последние сто лет это все продолжалось. Есть же даже такое произвительное выражение ошибку. Что у нас произошло с нашей прессой, например? В 90-е годы была чудесная умная пресса. Комсомольская правда. И что сейчас это случилось? Желтые газетенки какие-то. Ну, потому что есть спрос именно на такое. Я вот буквально вчера прочитал, что в лаборатории Касперского объявило тревогу, что массово стали уезжать IT-специалисты. Они сейчас все без работы. Они сидели без работы. Ну, кто-то был в удаленной работе, но половина была вообще без работы. И они все, кто уезжает за границу массово. То есть, грубо говоря, будущее России уходит за границу. И я, поскольку заканчивал Баумовским, у меня там знакомых из других вузов, там, из ОФИТИИ. Ну, больше половины уже там, уже где-то назад. Ну, на самом деле, это все, как бы, тема такая упрощения какого-то, да? То есть здесь, там, в России, в Украине есть какой-то элемент упрощения. То есть как-то, соответственно, сложным людям сложнее, как бы, находиться. То есть нужно встраиваться в какой-то мейнстрим. Да нет. Чтобы чувствовать себя свободным, так, что ли? Совершенно не обязательно. Можно чувствовать себя свободным где угодно. Ну, понятно. Была такая картинка в интернете, что сидит заключенный в тюрьме, в камере, и наслаждается, как будто он на берегу моря. Там рыба будет. А за ним подсматривает надзиратель в замочную скважину из коридора. И вот надзиратель в тюрьме, а заключенный совершенно свободен. Я как раз у себя в Фейсбуке написал, там, рекомендации. Не помню, как один психолог, который был в концлагере. Вот он был в концлагере, но он был свободный. Потому что он находил каждый момент, как он может что-то такое сделать свободно, не спрашивая разрешения. Поэтому он чувствовал себя свободным. Вот эту технику он изложил. Что даже в условиях очень сильно ограниченной свободы человек всегда может выбрать, что ему в данный момент делать. Например, почистить зубы там левой рукой или правой. Ну, как бы, да, понятно. На самом деле сейчас у множества людей вопрос скорее не то, что там свобода, не свобода. Вопрос скорее возвращения к базовым потребностям. То есть выживанию. Не у всех есть запасы финансовые. Соответственно, много людей оказались брошены именно на этот слой. Понимаешь, какая интересная вещь. Да, люди оказались брошенными, но в этом тоже есть какой-то смысл. И вот ко мне работать со мной сейчас, в последнее это коронавирусное время, не пришел ни один человек, который был бы выброшен за борт почему-то. Просто в моем окружении почему-то этого нет. Я этого никак не ощущаю. Я понимаю мозгами, я читаю там в изданиях, в интернете, что да, там люди остались без работы, где-то в России, там работы есть, нечего уже пишут. СОПС. Вы делитесь едой. Да, я прекрасно знаю, как там люди живут. И если вот отъехать, скажем, в Ивановскую область, где Егумин Евмений живет, там вообще есть заброшенные деревни, и там вообще никого нет. Это вообще-то страшно, но я еще раз повторюсь, каждый живет в своей субъективной реальности. Вот в моей реальности почему-то этого никак не проявляется. И тем же вирусом мы переболели зимой без даже понятия, что это был коронавирус, только потом уже по симптомам восстановили картину. Вот у нас, оказывается, что было. Ну почему у нас месяц потом после этого слабость бывает? Потому что кто сам посерьез? Ну смотри, мы вот все время живем, если брать, кто в интернет использует, или там телевизор, есть разные потоки реальности, так называемые объективные, я не знаю, как это обязательно, ну некие сформированные потоки. А есть субъективная реальность, что мы отбираем из всего потока как свою реальность или как свое восприятие, то, что мы выбираем. И мне кажется, вот сейчас в современном мире вот этот, с тем, что избыточный поток информации со всех там льется, то есть важный фактор отбора этой информации для того, чтобы вот эта своя субъективная реальность, она, ну, как бы, ее, можно сказать, выдерживать, что ли, я не знаю. Но с другой стороны, с одной стороны нужно выдерживать, а с другой стороны не замыкаться в своих, как бы, в своей субъективности только лишь, да? Да. Вот Генри Форд называл тех людей, которые замыкаются в своей субъективности, готовыми специалистами и не брал их на работу. Потому что готовый специалист не способен воспринимать ничего нового. А тот, кто развивается, тот, кто обучается всю жизнь, он способен находить решение и выход из любой ситуации. Тот же, кто привык ориентироваться на какие-то жесткие нормы правил из прошлого, тем более, он часто оказывается у разбитого корыта и в тупике и не видит выхода. Вот и вся разница. Есть субъективная реальность закрытая, есть открытая. Открытая непрерывно дополняется новыми элементами. Закрытая постепенно теряет элементы. И человек что-то теряет. Общий принцип такой. Но, опять же, это внутренний настрой. Или человек идет по пути либидо, то есть радости от жизни, страсти к жизни, или по пути маркида. Как говорит Жванецкий, что с человеком не делай, он все равно ползет на кладбище. Да, это выбор, наш выбор, что какой из этих путей выбирать и какие бы ни были объективные обстоятельства, это наш выбор, да. Да. Более того, этот выбор тоже не случайно, он соответствует тому, на что человек обращает больше внимания. То есть куда у человека внимание, туда он и развивает свою жизнь. И, кстати, очень прекрасно Facebook, например, вот отрабатывает. Я как-то начал смотреть украинские сайты на украинском языке, и теперь Facebook постоянно в новости там что-нибудь подпихивает такое. На ритм. Разумею, конечно, но не все. И точно так же реальная жизнь устроена. То, чем человек интересуется, он начинает этого замечать больше. И каждый получает подтверждение своей теории, своему взгляду. Сто процентов. Сто процентов. Тоже могу сказать. Я вот могу сказать, что, допустим, я делаю другие выводы на тему коронавируса. У тебя совершенно другие выводы, которые я даже не всегда разделяю. И мне любопытно, что как так все это устроено, что каждый фактически выбирает в меру своих чего-то, в меру чего-то своего. Отбирает именно те выводы, причем научные подтверждения, то есть тому, что вот это забавно. И я еще смотрю, что люди ругаются, типа безмозглые, да вы какие-то безмозглые, не умные люди. На самом деле, получается, все равно каждый выбирает ту реальность, которую человек выбирает. И находит те подтверждения, которые он видит. И в этом удивительный субъективизм вообще всего и необъективность вообще всего. Да, да, да. Ну, тот же Борис Борисович прекрасно сказал, я не знаю никого, кто был бы неправ. Да. И я совершенно к ним согласен. Видишь, получается, мы получали образование, и там в институтах учились, и где формировалась некая научная картина мира, где необходимо подтверждение, объективность, да. Ну, как бы, дальше мы уже больше внимания удивляем субъективной какой-то картине, важности ее. Почему же так происходит? Да потому что, Роман, я на третьем курсе института узнал, что невозможно вычислить положение элементарной частицы. Она не фиксирована в одной точке. То есть, положение планет мы можем вычислить в Солнечной системе, а положение электрона мы не можем вычислить. Не ухватить его. Да, он волна вероятности. Есть вероятность, что он в этой точке столько-то процентов, есть вероятность, что он в этой точке столько-то процентов, и он присутствует везде сразу. Но с разной вероятностью. Когда мы измеряем там, какими-то грубыми способами, мы эту реальность фиксируем. Ну, какая же это физика? Это эзотерика уже. То есть, реальность зависит от момента и состояния наблюдателя. Когда в школе мы делали лабораторные работы, всем раздают примерно одинаковые наборы, с чем мы работаем. Химические, физические. Результаты у всех разные. Как так? Ну, я с тобой согласен. Единственное, что мне не всегда нравится вот эзотерика, знаешь, которая вообще отрицает какой-то элемент даже научности или какой-то причинно-следственности. Знаешь, я тут смотрел сегодня видео. Это глупость просто. Я смотрел видео Экарта Толли, как раз ты показал книжку, а я смотрел Экарта Толли видео о том, что он думает о коронавирусе, как реагировать. Видео в интернете есть, можете посмотреть. Я там такое руколицо комментарий прочитал по поводу того, что про вибрации и про то, что вибрации у американцев низкие, у испанцев, у итальянцев, у нас-то у всех постсоветских они такие высокие, поэтому у нас так все хорошо, у них так все плохо. Знаешь, вот такое вот... Знаешь, это называется гордыня, когда люди начинают выпячивать какие-то достоинства выдуманные, которые никак проверить невозможно, в принципе. Вот эти подговоры про вибрации, а еще иногда частоты пишут, вообще умиляет. А что вибрирует-то? Частота – это количество колебаний в секунду. Чего колеблется-то? Кто колеблется? Куда? Люди хоть в школе не учились, мне такое ощущение, и все. Машни, говорю там про высшее образование. Школьного нету. И это сейчас беда. Сейчас вот молодежь, я смотрю, там не знает многих вещей, которые мы в советское время в школе проходили совершенно спокойно. Сейчас учатся нам больше и знают в два раза меньше. Ну, сейчас немножко другой тип образования, все-таки перенесено акцент на институтское, школьное, оно так... В каких-то вопросах попроще. Ну, я имею в виду математика, физика. И просто более людей с высшим образованием падает. Примерно в советское время это очень как бы многое было в воздухе. Сейчас все меньше, все меньше. Хорошо, друзья, вы можете также задавать вопросы в комментариях, Владимир будет отвечать, мы будем ваши вопросы выводить в эфир. У меня вот какой еще был вопрос. Вот ты говоришь, что очень хорошо выразил вот эту тему, может быть, знаешь, религиозности, духовности, но не религиозности в худшем смысле. Юнг посредством синхроничности. То есть он как бы показал нашу, можно сказать, ответственность за наше состояние, о том, что мы вообще порождаем, какие у нас фильтры восприятия, которые затем порождают определенные волны, последствий. И мне интересно, как вот в этом всем, знаешь, есть такая тема у Юнга, и не только у Юнга, тема тени. То есть когда мы начинаем отрицать какие-то побуждения наши, и это превращается в некий беспокойный фактор в других людях, в окружающих каких-то пространствах или в виде какой-то внутренней тревоги, которая уже непонятно откуда берется. Я хотел вот на эту тему немножко твое мнение услышать, что ты об этом думаешь. про это и говорю, что надо сначала принять, чтобы, если я вижу в ком-то недостаток, если мне что-то в другом человеке не нравится, я должен прежде всего принять, что во мне это тоже есть. и постараться найти. Может быть, это в другой упаковке, но где-то рядом подписки. И когда я это нашел, я должен проложить усилие, чтобы исправить это в себе. Тогда эти люди перестанут синхронистично, такие люди ко мне перестанут приходить. Да. И все очень просто. Действительно, да, да. Дальше тем счастливее жизнь становится. Да, у нас появился вопрос, уложу его, может ли это видеть или мне его прочитать? Как лучше? Прочитай. Светлана Череданова пишет, а какие сейчас пути? Я косметолог, сижу без работы, салоны закрыты, все клиенты на изоляции, как это изменить? Посмотрела вакансии продавцом, что ли, идти, не вижу пока выхода и не знаю, что делать сейчас или дальше. Ну, мне кажется, косметологи всегда будут востребованы. И если грубо говоря хотите совета, то делать нужно по обстановке. В голодный 91-92 год я работал на стройке, я занимался мелким спекурянчеством, то есть я скупал чайку здесь, возил в Белоруссию, из Белоруссии возил продукты, кормил семью. По обстоятельствам. Продавщица значит продавщица, ничего страшного. Тоже работа. Но это надо понимать, что это временная работа. А потом можно вернуться к своей любимой. У меня есть знакомые парикмахеры, которые принимают Мадаму, или там тайком свой салон открывают, с заднего входа клиентов запускают. То есть люди находят способ. Это опять же про закрытую и открытую позицию. Если человек понимает, что сейчас такая ситуация, он начинает анализировать, какие есть возможности дальнейшего развития то, что мне нужно получить. И начинает собирать все идеи, которые приходят. Потом из того, что пришло, отбирает самое лучшее. Идеально еще с кем-то посоветоваться. И в конце концов можно найти выход из-за места. Да, согласен. Но здесь я бы добавил, мы, наверное, все, не знаю, я за себя скажу, что иногда я попадаю в состояние, скажем так, безысходности, ощущение, что я ассоциирую это состояние, может быть, каким-то детским, брошенности, что вот никто мне не поможет, никто не позаботится, что как же так? То есть некое такое ощущение, что кто-то должен помочь, может государство, может родители. И вот это попадание в это состояние, то есть дело не проблемы с работой, а именно попадание в это состояние, вот этой какой-то небезопасности и нехватки вот этой заботы внешней некоторой. Поэтому это состояние знакомо Светлану, да, конечно. В таких случаях, Роман, когда есть ощущение недостатка чего-то, нужно этим же начинать делиться. Верно, да. То есть тебе не хватает заботы, добыться о ком. Тебе не хватает любви, отдавай любви больше. В этом, ну, с точки зрения ведической, окружающий мир, он нереальный. Это майя. И, соответственно, от нереального иллюзорного мира, от экрана телевизора, ничего получить не так. но если ты начинаешь туда отдавать, то тебе что-то отражается и обратно приходит. И очень часто больше, чем ты отдаешь. Да, согласен. Да, там пояснение было. О, что-то случилось. Владимир пропал. Сейчас появится, я думаю, перезайдет. да, эти все как бы ситуации, на самом деле, все, которые сейчас возникают, делают, опять же, ну, можно сказать, позволяет все равно прийти к какой-то осознанности, потому что вот есть беспокойные факторы, да, нас что-то беспокоит, и мы из-за того, что эти факторы есть, мы вынуждены осознанно к этому подходить, да, чувствовать вот это вот, какие-то нехватку, да, и прочее. Вот, например, да, такой метод очень классный, то есть, ты говоришь, Владимир, это фактически разновидность благотворительности, да, то есть, если чего-то не хватает, начинаете отдавать. Да, это много раз так мы делали, проводим такие способы, да, перехода в другое состояние, потому что нужно перейти в состояние нехватки, в состояние избытка, по-любому, потому что действия, я вот, допустим, занимаюсь планированием каких-то дел, если я сажусь делать в нехватке, в недостатке, моя организация, моих действий, она становится, ну, как сказать, негативное состояние порождает негативное состояние, вот так скажем. если что-то я делаю в состоянии избытки, избытка, то все мои активности, которые я начинаю, они несут энергию избытка, энергию изобилия, это вот способ мой, такой способ планирования и организации чего-либо, да. знаешь, у меня есть способ проверить свое состояние, насколько оно равновесное, насколько оно продуктивное. Я беру и что-нибудь бросаю издалека, ну, не знаю, пакетик чая, мусорная бедра. А, я тебя понимаю, да-да-да-да-да-да. Вот, если я четко попадаю, все, я сейчас в струе, я сейчас в потоке. Я согласен. Я согласен. Если же я спотыкаюсь на ровном месте, значит, я не в равновесном состоянии, значит, сейчас делать ничего не надо. Но сначала это в равновесие. Я тоже так тестирую, кидаю что-то в мусорку, жена это не любит, но я рискую и иногда падает там, что не долетает, а иногда попадает, все нормально. Когда попадает, значит, все. Да, и как раз здесь момент такой, знаешь, меньше сомнений к себе, да, то есть, ну, возникал импульс, сделал, захотелось провести что-то, провел, то есть, меньше сомнений, меньше сомнений. Конечно, потому что сомнений, неуверенность, они порождают еще большую уверенность. нет в этом никакого смысла. Просто. Ну, вернее, есть смысл, если сильный страх начинает руководить человеком, то он сжимается, он перестает получать что-то, этот страх усиливается, то есть, как говорит Экхарт Толли, тело боли начинает собой себя подпитывать. поэтому я говорю, что самый страшный страх это, собственно говоря, страх страха. Ты показал книгу Экхарта Толли, практика, да, то есть, сила момента сейчас практика, а что там для тебя казалось полезным и любопытным, что ты увидишь? Особо не отмечаю, что в таких книгах мне казалось полезным. Я просто возвращаюсь, периодически перечитываю и напишу какие-то новые моменты. Но я строю всегда все равно свои умозаключения. Я никогда не делаю чужую реальность, субъективную, в свою целику. Я стараюсь в своей реальности все-таки делать свои выводы и обучаться. Поэтому для меня вот во всей практике Экхарта Толли я сделал свои выводы. И для меня казалось, что делая свое счастливое прошлое, мы получаем счастливое будущее. Но делать это только в моменте сейчас можно. Здесь сейчас. Счастливое прошлое делаем? Да. Так на этом собственно вся психология построена. Для чего излечиваются детские травмы? А, в этом смысле. Да. Именно в этом смысле. Но более глобально это вот я сейчас оцениваю свое прошлое как счастливое и я получаю будущее счастливое. Вот такое вот состояние. То есть сила момента сейчас именно в том, что сейчас я могу изменить все. И будущее и прошлое. Для меня это самая большая сила момента сейчас. поэтому самый важный день это сегодня. Самый важный человек тот, который рядом. Самое важное то, что происходит вокруг. То, что непосредственно тебя касается. Смотри, если человек не может самостоятельно выйти из состояния недостатка и вот он пробует и не получается. Что ему делать? Так это Эйнштейн еще сказал, что люди странные существа делают одно и то же одним и тем же способом и надеются на разный результат. И он же сказал, что проблема возникшая на одном уровне не может быть на этом же уровне решена. Надо выйти на другой уровень. Вот и все. А если человек сам не может выйти на другой уровень осознанности, значит он должен обратиться к кому-то, то может ему в этом помочь что-то подсказать. Ну видишь, кто-то вот люди на самом деле вот этот вопрос недоверия, то есть кому-то обратиться и выйти из состояния, ну то есть держаться за свое состояние и нехватки не могут кому-то довериться, потому что понимают, что каких-то святых нету никаких, понимаешь ли, Серафима Саровских и прочих, и кому пойти пожаловать, святый Божий. У нас тут рядом Сергиев в Лавре святой лежит, пожалуйста, на Красной площади тоже есть. Лежит, ну а поговорить так? Ну подойди да поговори. На Красной площади, я не имею в виду мазолей, я имею в виду Василия Блаженного. Можно общаться, входить в энергетический канал любого человека. Помнишь в фильме про Барон Мюнхгаузена? Он говорит, вчера общался с Сократом, и он мне сказал непременно женись. Помнишь? Да, да, Это же правда. Нет, там я тоже сказал абсолютно правду. Творческие люди, они подключены к этому коллективному бессознательному или на короткой ноге с Богом, как угодно, и они получают какие-то послания, которые потом транслируют в массу. И это касается не только писателей, там, Григория Горина или там режиссеров, это касается ученых тоже. Откуда Менделееву пришла его таблица Менделеева, например? Она ему во сне приснилась, готовая. Правильно? Да. А потом другие люди начинают тиражировать эти знания, и уже масса людей считает, что нужно учиться у других людей. откуда эти другие люди берут знания? Про это как-то забывают. Каждый человек может получить знания непосредственно. Можно общаться с любым человеком, который когда-либо жил, можно каким-то образом прикоснуться. У меня иногда получается очень точно получать ответы. Это надо добираться. Хорошо. Еще вопрос от Светланы Чередановой. Скажите, пожалуйста, как относиться к нововведениям типа биометрии, ведения искусственного интеллекта и прочего, того, что, как говорят, ограничивает свободу и кажется подозрительно вредным? Кажется подозрительно вредным. Поддерживает ли протестные петиции или не обращает внимания? Ну, ты как знаешь ответы на эти все вопросы? Я все знаю. Я могу быть неправ в конкретном случае какого-то человека. Я могу быть для себя. Я так всю жизнь прививался, ничего против прививок особо не имел. У меня отростная прививка на обоих руках почему-то детские. Мы делали два раза. Очень наверное, да. Но я не знаю на как это сказывается на здоровье. Прививки от гриппа я один раз делал, потом после этой прививки запалел гриппом и больше прививку от гриппа я никогда не делал и гриппом не болел. Удачная была первая прививка, наверное. Прививка от коронавируса мне кажется совершенно бессмысленная, потому что он мутирует абсолютно так же, как вирус гриппа. Уже сейчас от видов 19-го скоро выйдет следующая модель 20-го. Точно так же, как гриппы абсолютно и они не сильно отличаются. Просто та ниша, которая была раньше заполнена вирусом гриппа, теперь заполнена вот этим вирусом, потому что грипп более-менее победили. Ну, молодцы, но природа пустоты не терпит. Если люди должны умирать, Бог всегда найдет, что нам послать, чтобы болели и умирали. Логично. Отчего кто-то умрет от гриппа или от коронавируса, какая разница? Смертность примерно одинаковая. Да, как бы особенность человека, что не хотим что-то на что-то влиять. И если есть возможность оставиться жить, хочет человек, чтобы жить. Что-то созраку у нас как сказал Ричард Гир, меня слышно? Да. Ричард Гир хорошо сказал, живыми отсюда еще никто не уходил. И вот вопрос очень философский. Долгая жизнь это награда или наказание? Это тоже в каждой субъективной реальности у каждого человека по-разному. да, можно сказать так же ответ на вопрос Светланы, что опять же здесь все индивидуально. Если хочется вот этих универсальных ответов, наверное, не совсем что ли. Их не бывает, но как бы сказать, каждый волен выбирать, прививаться ему или не прививаться. Но если это начинается насильно, то это похоже на концлагерь, когда проводили опыты над людьми. Очень похоже. Вот это я принять не могу. Сейчас у нас эксперимент с прогулками в Москве. Его прямо так сказали, эксперимент назвали. А если я не хочу участвовать в экспериментах, почему я должен участвовать? Кому это надо? Надо всегда искать, кому выгодно. И ты правильно сказал, что сейчас происходит возврат людей к неким базовым ценностям выживания. Но это самый нижний уровень пирамиды масла, и на этом уровне выживания ни о каких духовных ценностях, ни о каком развитии вообще вопросов нет. Главное выжить. Как после войны говорили, когда люди с голоду умирали, там был голод после войны в некоторых районах, лишь бы не было войны. И вот эта присказка так до нас и дошла сейчас. Что мы стерпим любые лишения, лишь бы нас не убивали. вакцинация уже на грани этого. Просто давайте поддерживать не только вопросы выживания, да, конечно, мы каждый сталкиваемся, но вот во время таких эфиров мы можем немножко подумать и о каких-то других вопросах, немного отвлечься от этих выживательных моментов. На самом деле в Библии хорошо написано, будет денег и пища. То есть не нужно задумываться о таких вопросах слишком сильно, потому что начинает переносить центр внимания на выживание, у него не хватает уже его внимания и энергии на то, чтобы сделать что-то большее, чем выживание. Да, согласен. Согласен. Это важный момент, поддерживать состояние свое, опять же, на изобилии. насколько это возможно. Изобилие, а благодарность за то, что пищи. Потому что изобилие от нехватки отличается только, опять же, отношением самого человека. У кого-то щи пустые, у кого-то жемчуг мелкий. да, мы скоро подходим к завершению нашей трансляции. есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Еще у меня такой вопрос, да, то есть, с одной стороны, ты это упомянул, да, что, как бы, кто хочет жить долго, кто не хочет, и вообще тема, ну, вот, я для себя, да, так формулирую, вот, есть, когда ощущаешь себя, свое собственное бытие, оно вот чувствуется как изобильным, и оно имеет измерение вечности, но живем мы во времени и живем в ощущении, там, где-то что-то пребывает, где-то что-то убывает, и то, что ты вообще затеял такую тему с счастьем, что, как бы, ищите вот счастье не в смысле как эйфории, да, какого-то счастья, то есть в этом смысле есть какой-то элемент вот такого перетекания из этого измерения нашего, изобильного, вот, в мир, где есть где-то какие-то, ну, более изменяющиеся условия, где-то избыток, где-то недостаток, то есть посредством этого изменения состояния влиять на нашу жизнь, и в общем, ты организовал курс, вернее, мы сделали курс с тобой применение, ой, применение счастья, хотел сказать, о почесливой жизни, да, где все ты разные аспекты вот этого момента записал, и сейчас ты проводишь холистический анализ, то есть люди могут, кто, кому сложности есть с прохождением каких-то внутренних моментов, могут тебе обратиться и получить консультацию, поиграть с тобой в игры, как-то, как можно назвать эти игры, просветленческие игры, или как-то? Я бы сказал, что это психологические тренинги, потому что я использую игры вот Сатарь, Лила, и игру, которую я сам сделал путь пилигрима на основе Лилы, как диагностические, поэтому если мы начинаем с этих игр, мы с одной стороны диагностируем ситуацию человека, с другой стороны вытаскиваем какие-то подсознательные мотивы, которые в человеке присутствуют и про которых он даже не знает, то есть мы вытаскиваем их на уровень осознания и говорим а вот это есть, оказывается это было, вот оно мной руководило, благодаря играм это очень быстро эффективно вскрывается почему я выбрал эти игры потому что они очень четко синхронизируются с состоянием человека 80-90% попаданий то есть люди играют и говорят как, откуда вы знаете я не знаю игра пока все очень эффективно игра показывает что человека есть даже до того как он что-то расскажет получается да но иногда даже людям сложно раскрыться да то есть вот в прямом общении и через игру это легче происходит это вроде бы игра но на самом деле это тренинг получается да друзья вы можете если вам интересно переходить на страницу Владимира писать в личку и договариваться о встрече консультации еще есть вопрос у нас появился Светлана у нас главный так сказать мейкер сообщений то есть можно вытащить ограничивающие убеждения из подсознания только вытащить но и за 5 минут убрать любой недостаток любой ограничивающий убеждения я во время игру сатри это регулярно делаю по нескольку убеждений за один раз мы снимаем у меня есть два способа как убирать эти ограничивающие убеждения проверенные практически это на самом деле очень эффективно работает да для меня на самом деле общение вот с тобой это тоже способ работы с ограниченными убеждениями знаешь вот в книге когда читаешь или где-то да то есть где-то это все провисает общение с тобой оно так вот раз энергетически я что-то сталкиваюсь с тем что я забыл или прочее и оно мне подымает на какие-то другие энергетические уровни говоря эзотерическим языком вот и как раз именно я именно общаясь с тобой ограничу убеждения теряю вот это вот я за сколько за три или четыре года мы с тобой знакомы и общаюсь и вот происходят такие потери в моей жизни радостные есть правило американских бизнесменов используя не то что должно работать а то что работает да импонирует да спрашивает светлана это как вас найти то есть фейсбук или да вконтакте владимир бахмейстер очень легко найти владимир бахмейстер по-русски писать там только я один промахнуться невозможно тезки нету хорошо ну что же мы опять же подходим к завершению что еще не спросил но опять же в связи с разными событиями социальными хочется всем пожелать вот держаться какого-то состояния не поддаваться в тревогу и не поддаваться в беспокойство ну по возможности насколько вернее переживать это беспокойство но переходить в какое-то другое состояние и хочется это всем нам пожелать а более радостное да есть есть чекурат внутри можно найти что-то снаружи ну как такой костыль временно использовать самое главное уныние помните уныние это грех один из самых сильных если человек впал в какое-то страдание значит он не проходит если урок пойдет страдание заканчивается поэтому ни в коем случае не давать умынию страх каким-то ограничением считать что чем-то ограничено нет мы можем найти выход из любой ситуации можем добиться всем почему то есть все что представимо все достижение но на это некоторые хорошо тогда вот на этой оптимистичной и в духоподъемной ноте предлагаю завершить наш эфир спасибо тебе Владимир что пришел и пообщался сейчас у нас вечер надеюсь мы будем спать лучше спокойнее и завтра проснемся и будем что-то интересное создавать в этом мире кстати очень хорошее состояние накануне сна засыпая или просыпаясь это такое естественное трансовое состояние его есть смысл использовать это та же медитация только очень естественная поэтому можете себе задать какой-то вопрос с полет сном сне введите ответ с утра что-то придет или в момент просыпания какая-то подсказка главное как можно более радостное состояние и все приходить все что нужно потому что радость это расслабление расслабление уже принять гораздо больше чем спасибо друзья что были всем за внимание всего доброго до следующей среды всего доброго до сих пор 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 Продолжение следует...